Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новость Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Регулировать цены на привозах помогут общественники. Красивая точка – очередная победа футбольного клуба Анапа. Анапа скорбит вместе со своими земляками, вместе со всей страной по погибшим при крушении лайнера «Аэробус-321». В страшной авиакатастрофе погибла жительница Краснодарского края, старшая бортпроводница злополучного рейса Валентина Марцевич. Глава Анапы Сергей Сергеев от имени всех анапчан выразил глубокие соболезнования родным Валентиной Петровны, проживающим в Анапе. Администрации города-курорта родителям погибшей будет оказана помощь при организации травмных мероприятий. Валентина Петровна – выпускница Анапской средней школы номер 5. Одноклассники вспоминают ее с теплотой. Это тяжелая утрата для всех. С Валей мы учились в школе вместе в одном классе. Пришла она к нам с пятого класса. Она у нас не с первого класса, а с пятого. Как-то сразу влилась в наш коллектив. Мы ее все полюбили. Это была очень добрая, отзывчивая, красивая девочка. Всегда приходила на помощь, если надо было. Последняя встреча выпускников у нас была в феврале месяце. Она не смогла прилететь. Мы с ней потом пообщались. Я ей рассказала, как все прошло. Валя сказала, что очень жаль, что я не смогла приехать. Очень хотела всех увидеть. Мы с ней не только учились в одном классе. Мы с ней жили в одном дворе напротив. Делали вместе уроки. Я приходила к ней, она приходила ко мне. Помню такой случай, что я очень хотела собаку, но родители мне не покупали собаку. Вале купили собаку. Коли у нее была такая рыжая. Я даже помню, как ее звали Фебик. Мы были, наверное, в классе в седьмом-восьмом. Зная, что я очень хочу собаку, она без меня даже не выходила гулять. Она мне звонила, Карина, я иду сейчас гулять с собакой, выходи. Мы вместе с ней гуляли с собакой. Конечно, это очень большая утрата. Я когда узнала, не могла поверить. Стала читать списки, думаю, может какая-то ошибка. Нет, все-таки наша Валя. Мы очень скорбим, плачем, выражаем глубокое соболезнование родным и близким. До сих пор ярмарки-привозы были хорошей альтернативой сетевым магазинам по ценовой политике. Таковыми и должны оставаться. Как эффективнее регулировать цены на муниципальных сельскохозяйственных рынках? Заместитель главы Анапы Александр Колесников обсудил этот вопрос с руководителями органов территориального общественного самоуправления. На территории Анапы работают 19 привозов. Создавались такие ярмарки именно для того, чтобы регулировать процесс ценообразования. Местные сельхозпродукты должны быть максимально доступными. Вся информация для покупателей на информационных стендах и телефоны специалистов, которым можно пожаловаться на нарушение. На каждой ярмарке должен быть стенд. На этих стендах есть цены рекомендованные, выше которых никто не должен торговать. Напомню, что мы не можем диктовать цены, поэтому мы их рекомендуем. Рекомендуем, мы делаем каждый четверг ценовой средств. Это тоже мы магниты, центральные рынки, мониторим, смотрим, какая цена, и на 15-20% ниже делаем и рекомендуем людям. Заместитель главы курорта попросил активистов рассказать людям об их правах и сообщать обо всех нарушениях. Отсутствие стенда, несоответствие цен рекомендациям, ненадлежащим санитарным состоянием. Еще одна просьба к ТОСовцам – предложить новые площадки для ярмарок. Цены в магазинах растут, особенно на мясные и колбасные изделия. В зимний период поставщикам можно будет торговать своей продукцией с палаток на привозах. Мы готовы пойти на такой шаг, чтобы разрешить на ярмарках торговать в зимний период продукцией. Это будет действительно дешевле, действительно будет свежая, качественная продукция от производителей. Но нам нужны ваши предложения по местам, где это действительно необходимо. По словам Натальи Бономаренко, ярмарка нужна в районе Института береговой охраны. А вот на пересечении улиц Астраханской и Терской стихийная торговля доставляет людям одни проблемы. За собой они не убирают. Сидят они там обычно к концу дня, приходят, когда люди идут с работы. Это рядом находится с нашим рынком, на крепостной которой. Нужно, чтобы они там торговали. У нас есть рынок. Нам совершенно не нужна эта площадка и создание дополнительной грязи. Совместно с активистами работа принесет результат, уверен заместитель главы Анапы. Так было не единожды. Общественный контроль нередко бывает гораздо эффективнее любых других мер. Иностранных водителей не будут пускать в Россию из-за неоплаченных штрафов. В ближайшее время ГИБДД получит доступ к базе данных иностранных автомобилей. Инспекция будет автоматически налагать штрафы на зарубежных нарушителей и выявлять неплательщиков. База содержит всю информацию о машинах и водителях, пересекающих российскую границу. На сегодняшний день ее используют лишь по мере особой необходимости и по системе запросов. Пока российские дорожные камеры не могут фиксировать нарушения автомобилей с заграничными номерами. А штрафовать иностранных водителей может только лишь личный инспектор ДПС. Однако и сейчас иностранным правонарушителям не стоит расслабляться. Если гражданин, допустим, Республики Армения, либо Молдови, ну неважно какой страны, нарушил правила дорожного движения, к нему будут привлечены меры административного воздействия, такие же, как и гражданам Российской Федерации. Но если иностранный гражданин нарушил правила дорожного движения в несколько раз, то данный гражданин будет выдворен из нашей страны, либо на границе не допущен к въезду в нашу страну. В дальнейшем по базам ГИБДД можно будет проверить граждан, въезжающих в нашу страну, по нарушениям. Если данный гражданин нарушал неоднократно правила дорожного движения, то въезд ему будет ограничено. В преддверии праздника сотрудников органов внутренних дел продолжаем рассказывать о тех, кто ежедневно охраняет наш с вами порядок и безопасность. С чем только не приходится сталкиваться на службе Андрея Марченко, инспектору по оформлению дорожно-транспортных происшествий. О том, что служба трудна, еще в далеком 99-м Андрей узнал от своего друга, который надоумил его после армии поступить на службу в органы внутренних дел. Ежедневная напряженная работа. Дорожно-транспортное происшествие для каждого человека – стресс. Люди по-разному реагируют. Часто приходится сталкиваться с агрессией и непониманием. Но старший лейтенант Марченко на службе спокоен и невозмутим. Нужно разобраться в ситуации и правильно ее оформить. Нарисовать схему ДТП, точные цифры, подмеченные детали. 20-30 выездов в сутки успевают оформить. И только дома за чашкой чая с близкими можно наконец расслабиться. Приходишь, радуешься, от всего уже сразу отвлекаешься, семья есть, семья. Как-то успокаиваешься после работы, что все дома, все вместе. Душа радуется. А дома радуют сразу три красавицы – жена и две дочки. Своим детям он бы, конечно, такой службы не пожелал. Но старшая Вероника уже присматривается к папиной форме и выбрала для себя профессию непростую. Я бы хотела следователем быть. Почему? Ну, как бы, это как связано с папой, работая. Ну, там еще как бы расследовать. Мне вот это понравилось, как расследовать и, ну, как бы, заниматься таким делом. Со своей любовью, так зовут супругу Андрея, он с детства знаком. Он меня помнит где-то вот с такого возраста. Разница у нас на четыре года. Беззубая, говорит, как бы. Вообще никак, как невесты не рассматривал. А потом тоже спустя школу закончила. Показалось, вроде как бы, как он сказал, расцвела. Ну, и как завязалась. Завязалось все в крепкий семейный узел. Сплелись и радости, и горести. После рождения младшей дочки супруга серьезно заболела и попала в больницу. Днем и ночью он был с ребенком в течение 18 дней, пока я находилась там, без выезда домой. Вот, и днем, и ночью, вот так. Ну, то есть я со спокойной душой могу оставить что одну, что вторую. Как бы детей, я знаю, что у меня всегда будут накормлены, обуты, одеты. О том, что служба полицейского опасна, Андрей и его семья знают не понаслышке. В марте 2001 года в селе Витязево во время дежурства пришлось преследовать машину, добровольно не остановившуюся. В районе кладбища из автомобиля выскочили пятеро и открыли огонь по патрульной машине. Оказалось, ехали с ограбления. Самые тяжелые ранения выпали на долю Андрея. Простреляны обе ноги, раздроблен выстрелом локоть. Два года лечения и снова в строю. За отличную службу Андрей Марченко награжден медалью, а за задержание преступников нагрудным знаком. И к новостям спорта. Уже не первый год местом для подготовки к ответственным соревнованиям сборная России по боксу выбирает Анапу. В зале спортивного центра «Караван-2» команда тренируется как дома. В следующем году пройдет знаковое событие в мире спорта ближайших четырех лет – Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И сейчас спортсменам предстоят подготовительные соревнования. Работаем в зале уже не первый раз этот зал. Это оборудование по большому счету наше. Мы его сделали как бы под себя. Вот он нас пока устраивает. Мы работаем здесь, нам хватает. В дальнейшем мы надеемся, что у нас получится тут второй зал большой, хороший. Вот мы хотим взять здесь вообще центр женского бокса. И не только женского, но и мужского. И к этому идем. Я думаю, что на следующий год ближе к осени это все решится. Меня очень удивило, что в этом зале, мы еще не успели здесь ритм поставить, никак вот еще не заказали только, но здесь не только боксеры приходят заниматься, но и уже при мне пришла одна молодая девушка и сказала, пустите меня сюда. Я художественная гимнастика, я здесь тоже хочу заниматься. То есть своих детей привезти. Меня это очень радует, что столько желающих заниматься спортом в Анапе. И вообще замечательный город. Футбольный клуб Анапа завершил сезон очередной победой. Даже холодный ветер не остановил болельщиков футбольного клуба Анапа. Пришли посмотреть игру. Матч высшей лиги открытого чемпионата Краснодарского края представлял собой зрелище яркое во всех отношениях. Борьба шла не шуточная. Анапские футболисты поставили перед собой цель – завершить сезон без поражений. С такими серьезными соперниками эта задача не из легких. На поле стадиона «Спартак» анапчане принимали команду «Труд» из Тихорецкого района. Напряженная получилась игра. Однако наши футболисты вновь одержали победу. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу анапской команды. Минувший сезон для футбольного клуба Анапа прошел весьма успешно. Ни одного поражения и досрочная победа в чемпионате. К тому же анапские футболисты завоевали суперкубок Кубани. Анапа так держать. Завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 3 ноября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ночью до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.